Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами Виталий Волков. О событиях в городе-регионе расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Обсуждение программы формирования комфортной городской среды. У нас также, как и у всех, проблема с подковкой, то есть она у нас совершенно отсутствует. Депутат Государственной Думы Артём Туров провёл приём граждан в Десногорске. Идея очень хорошая. Давайте я вам сейчас ответ на неё не дам. Надо с нашим департаментом туризм поговорить, с культурой, вообще как это сформировать. Профилактическая операция сотрудников ГИБДД. В период времени со 2 сентября по 6 сентября текущего года в Десногорске в городе Десногорск проводятся мероприятия «Внимание, дети!» Благотворительная акция «Скрепка». Вы должны учиться лично. Вы ведь наши следующие кадры, которые будут эксплуатировать атомные станции. А теперь об этих и других событиях подробнее. В следующем году в Смоленске создадут единый центр «Мой бизнес». Там граждане, планирующие открытие или развитие своего бизнеса, на любой стадии смогут получить все необходимые услуги по принципу одного окна. Об этом губернатору Алексею Островскому сообщил его заместитель Ростислав Равбель, который курирует 12 региональных программ, входящих в состав четырех национальных проектов. Упрощение доступа субъектов малого и среднего бизнеса льготному финансированию путем предоставления микрозаймов по выгодным процентным ставкам стало основной целью региональной программы, вошедшей в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Также среди ключевых целей данного нацпроекта – снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, создание благоприятных условий для работы самозанятых граждан. Ожидается, что благодаря принятым мерам в регионе за пять лет, как минимум на 21 тысячу увеличится число людей, трудоустроенных у субъектов малого и среднего бизнеса. А с учетом введения на территорию региона нового налогового режима, число самозанятых смолян достигнет 16 тысяч человек. Однако Смоленская область еще не включена в перечень регионов, в которых будет внедрен данный режим. Губернатор Алексей Островский дал поручение подготовить письмо в Министерство финансов для включения региона в проект. Новое дорожное покрытие, бордюры и лавочки. Десногорские дворы продолжают обустраивать по программе формирования комфортной городской среды. Результаты и перспективы этого проекта обсудили в городской администрации. Провел заседание общественного комитета заместитель главы города Александр Новиков. Сотрудники администрации рассмотрели шесть заявок, поступивших от жителей города для участия в федеральной программе на 2020 год. На совещании присутствовали представители многоквартирных домов, которые изъявили свое желание принять участие в проекте. Эти жители смогли собрать необходимое количество голосов для вступления в программу. По ходу встречи обсуждались вопросы составления схем дворов с желаемыми улучшениями и утверждением видов работ по существующим перечням. Многие решили не ограничиваться минимальным набором ремонтных работ, выполняемых полностью за счет бюджета. Они согласились софинансировать работы, внеся в фонд ремонта 20% от стоимости обустройства дополнительных удобств. У нас также, как и у всех, проблема с подковкой, то есть она у нас совершенно отсутствует, не соответствует ГОСКОМ уже здесь очень. Мы предлагаем расширить место, позволяет территория у нас достаточно. То есть мы хотим расширить на 16 подковочных мест и плюс дополнительно делать цифровые комплексы. В обсуждении принял участие глава города Андрей Шубин. Он призвал инициативных жителей Десногорска принимать непосредственное участие в контроле и сохранении благоустройства дворов на всех его этапах. Единственное, что хотелось бы застрелить внимание и обратить вопрос, когда будут завершаться работы, а в ходе процесса работы необходимо жителям дома и старших участвовать в контроле за проведением работ, приемки убавленных работ, потому что двор будет приниматься общественной комиссией. Александр Новиков подчеркнул, что прием заявок для участия в программе формирования комфортной городской среды продолжается. Оставить ее можно до 1 ноября. Всю необходимую информацию можно найти на сайте администрации города. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 сентября десногорцы могли лично обратиться к депутату Государственной Думы Артему Турову. Политический деятель посещает Атомград уже не в первый раз и всегда с вниманием относится к ситуации в муниципалитете. Подробности очередного визита далее в сюжете. Прием вели депутат Государственной Думы Артем Туров и глава Десногорска Андрей Шубин. Проблемы, с которыми обратились жители к Артему Турову, касались культуры региона. Так, на прием к депутату пришел преподаватель фольклорного отделения Десногорской детской музыкальной школы Владимир Платонов. Житель Десногорска восстанавливает старинные музыкальные инструменты нашего края. Он буквально по крупицам собирает воспоминания, изучает архивные и научные материалы, погружаясь в далекую культуру наших предков. Музыкант представил Артему Турову два уникальных фольклорных инструмента – двойную свирель и знаменитый смоленский рожок. Это подлинный инструмент, единственное, что здесь уже подгнила вот эта часть из яблони. Она восстановлена по всем здесь размерам. Здесь даже вот пищик из ясеня, ясень, которая попала молнией, обязательно был, потому что меняется, видимо, древесная структура и для улучшения звука. И озерной обязательно вот тростник должен быть смоленский. Это чисто природный наш вот инструмент. Депутат Государственной Думы с большим интересом слушал преподавателя. Как оказалось, Артем Туров прекрасно знаком с культурной историей области. Политик предложил Владимиру Платонову и его коллективу принять участие в фестивале добровидения, который в сентябре пройдет в Санкт-Петербурге. Как раз мне там наша коллега буквально месяц назад пришла письмо, сквозь найти какой-то коллектив, который был бы очень такой эксклюзивный и выделялся. Владимир Платонов попросил представителей власти оказать помощь в спасении культурного наследия Смоленского региона. По мнению музыканта, традиции нашей культуры не должны прерываться. Он подчеркнул, что ансамблевая игра на старинных русских инструментах – это особый музыкальный мир, который нужно сохранить для молодого поколения. Артем Туров отметил, что разделяет взгляды преподавателя музыки, а глава города Андрей Шубин пообещал рассмотреть возможность создания этнографической деревни в районе Атомпарка. Поэтому вот эту вот идею я поставлю своим подчиненным задачам. Мы для экспертов ее доведем, ну, соответственно, вас пригласим, то есть как ваше видение всего этого хозяйства, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Все обозначенные во время приема проблемы отмечены и зарегистрированы. Представители власти наметили для себя механизмы и сроки их решения. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В Красненском районе на месте старого стадиона полным ходом идут работы по обустройству футбольного поля и инженерных сетей для будущего спорткомплекса. Объекты появятся благодаря реализации национального проекта «Демография» и вкладу инвесторов. В Красненской школе-интернате учатся 57 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из них слабовидящие или незрячие. Их готовят к самостоятельной жизни и дают качественное образование. Вопустники школы поступают в высшие и среднеспециальные учебные заведения не только Смоленщины, но и всей страны. Из школы вышло много музыкантов и представителей рабочих специальностей. Ежегодно количество дорожных происшествий с участием детей увеличивается в период с августа по сентябрь. Ребята возвращаются после летнего отдыха в города с интенсивным движением и не всегда верно оценивают потенциальную опасность. Убережься от травм задачи как их самих, так и водителей. С наступлением нового учебного года количество маленьких пешеходов на улице увеличилось в разы. За школьными заботами ребята далеко не всегда уделяют должное внимание безопасному переходу через проезжую часть. Поэтому осеннее время – это еще и пора повышенной опасности для всех участников движения. В период времени со 2 сентября по 6 сентября текущего года на территории Смоленской области в городе Снавурск проводятся мероприятия «Внимание, дети!», целями и сдачей которых является снижение дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Снизить аварийность несложно. Водителям нужно передвигаться с включенным ближним светом фар, соблюдая скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов. А юным горожанам – почаще смотреть по сторонам и помнить, что спешка и невнимательность могут привести к печальным последствиям. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Регион готовится к дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В деревне Мерлино идет благоустройство и реставрация мемориального комплекса. Он посвящен односельчанам, погибших в годы Великой Отечественной войны. Деревня является родиной трех героев Советского Союза. У мест захоронения и обелиска работают участники местного поискового отряда и доброходы со всего Красненского района. Активисты уже убрали мусор, скосили траву, покрасили лавочки, спилили сухие ветки, поправили ограду и очистили памятники. Однако здесь требуются более серьезные работы. На обелиске появились пустоты и трещины, а покрытие на дорожках требует замены. Мемориал посетил зампредседателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов. Он считает необходимым провести капитальный ремонт стелы с очищением верхнего слоя, проведением армирования и нанесением нового покрытия. На решение этой проблемы будут выделены средства фондам созидания. Помочь детям из малообеспеченных семей и помочь воспитанникам детских домов призвана акция «Скрепка». Это лишний повод подумать и уделить внимание тем, кто находится в непростой жизненной ситуации и кому действительно нужна поддержка. Как прошла акция в Десногорске, смотрите в сюжете. Я тебе вручаю, пожалуйста, учитесь, хорошо, будьте умненькими. Незатейливый подарочный набор, ручки, тетрадки и прочие канцелярские принадлежности. Но такие привычные для любого школьника предметы на самом деле доступны далеко не всем. Подходи сюда, иди, ты очень красивый, иди, не стесняйся. Благотворительная акция «Скрепка» – лишний повод для неравнодушных людей проявить заботу о тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. Принять участие в этом мероприятии решили как простые десногорцы, так и местные организации. Много было сказано про 1 сентября. Это великий день, день знаний. Для кого-то в первый раз, для кого-то уже он не новый. Благодаря этой акции начало учебного года особенно запомнилось учащимся школы-интерната в Якимовичах. Там молодежный совет «Смоленск. Атом. Энергоремонта» подарил первоклассникам ручки, тетрадки и просто приятные подарки. У нас для вас небольшие подарки. Вас, руководители, я думаю, нас поддержат. Мы приготовили сладкие подарки. Теплая атмосфера была и в Десногорском центре социальной помощи «Солнышко». Ветераны «Смоленск. АЭС» надеются, что школьные принадлежности помогут ребятам в учебе и в дальнейшем профессиональном росте. Вы должны учиться лично. Вы ведь наши следующие кадры, которые будут эксплуатируют атомные станции. Акция «Скрепка» проводится с 15 августа по 15 сентября. За это время волонтеры посетили как специальные учреждения, так и отдельные нуждающиеся семьи. Идея помочь школьникам всем миром принадлежит Центру культуры и молодежной политике Десногорска. В организации решили, что такой благородный поступок будет приятен как самим детям, так и благотворителям. Центр культуры и молодежной политики провел благотворительную акцию «Скрепка» и по сбору школьных принадлежностей для наших юных жителей города. В этой акции приняло огромное количество людей, неравнодушных жителей, предприниматели. Очень яро откликнулись с нашей просьбой и помогли нам. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах, социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин